Слава Иисусу! А давайте теперь все дружно встанем и помолимся. Да? Олечка! Встали и помолимся. Господь Иисус, мы благословляем Тебя. Ты великий и славный, и мы нуждаемся в Тебе сейчас на этом месте. Мы просим Тебя, благослови, Господь, сегодняшнее собрание Твоей силой, Твоей славой. Благослови Слово, благослови проповедующих, пастыря благослови. Пусть Твоя благодать и благословение, она умножается сегодня в нас и через нас, Господь. Мы нуждаемся в Тебе. Мы, Господь, Твои дети. Ты наш Отец. И мы верим, что Ты заботишься. Мы видим, как Ты заботишься. Мы благодарим, что Ты заботишься о нас. И Ты ведешь нас в вечную жизнь, в Твой обитель, Господь. Там, где мы будем с Тобой всегда, мы благодарим Тебя. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Иисусу. Хочу в первую очередь ободрить одним местом Писания. Вы знаете, что Бог, Он всегда... Когда-то Он каждого из нас призвал. Аминь. И мы сделали этот шаг веры, но в основном не зная куда. Знаете, вера, это всегда шаг, ты еще не знаешь куда. Ты с этим не знаком. Возможно, даже ты слышал, но обратное, как бы, неприятное, неправильное. Там, как о церквях говорят, да. И у тебя выбор становится, то ли поверить, то ли нет. И мы когда-то сделали, как бы, этот шаг к Богу. Я вам скажу, что в этом действии есть такая благодать и благословение, что когда мы отвечаем верой Богу на призыв, Он во всем начинает проявлять и показывать, что во всей нашей жизни, за все годы нашей веры, как мы уверовали, может, у кого-то месяца, Он свидетельствует и показывает нам то, что мы не ошиблись. Хотя мы проходим трудности. И в этих трудностях Бог говорит, я с тобой. Ты не ошибся. Я с тобой. И вы знаете, это местописание вот как раз говорит о том, что у нас у всех бывают трудности, правда? Какие-то переживания внутренние, лично с самим собой какая-то борьба, чтобы вырваться вперед, прорваться вперед, чтобы идти, завоевывать, быть благословенным, наследовать благословение, наследовать эту землю и быть успешным в жизни. И здесь написано, смотрите, Исаия 54 глава, 16-17 стих. «Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудия для своего дела. И я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой, на суде ты обвинишь. Это и есть наследие. Скажи «наследие». А теперь скажи «я наследник». И Бог, Он всегда будет показывать тебе то, что ты наследник. Он сотворил этого кузнеца. Что делает кузнец? Он кует, да? Но бывает в нашей жизни, мы надломались, мы потухли, какая-то произошла ситуация. Поэтому об Иисусе сказано «Трости надломленной не переломит, и льна курящего не угасит». Что значит «не угасит»? Здесь написано, что Он раздувает. Дух Святой, смотри, пришел в вене сильного ветра и пришел в огне. И этот огонь, Он раздувался. Он был настолько сильным, что Евангелие, оно просто вылетело с горницы. И оно начало мгновенно распространяться с великой силой. И смотри, что еще самое интересное. Что Он не угасит, доколе не доставит суду победы. «И на имя Его будут уповать народы». Бог, Он вступается за нас. И народы, они видят, как Бог, что делает? Вступается за нас. И по этой причине они начинают уповать на Бога. Когда они видят славу, как Раав блудница, она слышала о славе Бога и утаила соглядатаев, и попала еще и в родословие Иисуса Христа, и она была благословенная, и послание евреям упоминается об этой женщине, потому что она что-то соделала. Она уповала на Господа. Почему? Она услышала о великих делах. Она услышала. И очень важно, когда мы приходим в церковь, чтобы мы слышали. Иисус сказал, кто имеет уши слышать, что делать должен? Слышать. Не играть в телефоне, не заниматься своими вещами, не мечтать, не... Когда ты пришел, настрой свое ухо. Слышать. Взбей другие настройки. Но настрой только на одно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой, ты обвинишь. Вы представляете, это власть. Это то, о чем проповедовали американцы и проезжали. Микки, она есть на твоих плечах. Это власть. Они будут состязаться. У нас бывают проблемы. С нами состязаются. Бывают. Но у тебя есть власть обвинить. Сказать, отойди от меня, сатана. Ты осужден. Твое место в гиене огненной. Ты не имеешь права. И так далее, и так далее. Ты должен знать, кто ты, кто твой отец, и кто он. Где твое место? Где наше место? На небесах. Библия говорит, что наше место на небесах. Веры. Мы находимся на небесах. И это благодать и благословение. Поэтому Библия говорит, что вера приходит от слышания Слова Божьего. И будьте внимательны к тому, что слышать. Потому что вера, она приходит от Слова. И я приступаю к самому интересному. Маша. Евангелие от Марка, пятая глава, 24 стих. Эта история, она очень интересная. Я ее увидел так, как никогда не видел. Но это благодаря тому, что Бог, Он приходит, Он стучится в наше сердце. Но опять звучит этот повторный призыв. Настроено ли твое ухо слышать? И я открою для тебя. Настроено твое сердце внимать Слову Божьему. И когда мы настроены, это Слово, оно меняет нашу жизнь. Это Слово впрямую ведет о том, что мы сегодня будем делать. Мы будем славить Иисуса. Мы будем хвалить Его. Мы будем благословлять нашего Отца. Мы будем исполняться Духом Святым, силой, славой Его, потому что мы нуждаемся. И мы призваны для этого. И смотрите, Иисус пошел, короче, за Ним следовало множество народа и теснили Его. Здесь трижды упоминается слово «теснили». За Ним следовало множество народа и теснили Его. Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, много потерпела, скажи, потерпела. Вот здесь люди, потерпевшие, знаешь, как потерпели аварию, потерпели какой-то крах в жизни. Вот она потерпела. Она столько натерпелась. Она страдала двенадцать лет. И все эти двенадцать лет она была потерпевшая. Она потерпала. Она пришла к одному врачу, вложила деньги, крах. К другому врачу. Представляете, сколько врачей можно обойти за двенадцать лет? Это действительно слово подходит. Потерпела от многих врачей. Истощила все, что было у нее. Вы представляете себе? Двенадцать лет. Она, видно, была состоятельная женщина. Потому что истощать и менее двенадцать лет на врачей, мы знаем, как сейчас стоят врачи, я думаю, раньше они стоили не меньше. Это надо иметь состояние. Это надо иметь большие деньги. И она что? Истощила все, что у ней было. И не получила никакой пользы. Но пришла еще в худшее состояние. И вы представьте себе такая ситуация. Некоторые люди говорят, что к врачам не надо обращаться, тебе надо верить, и Бог тебя исцелит. Но я не согласен с этим. Я больше согласен с этой женщиной. Потому что у нее была жажда, она желала быть здоровой. Она не смирялась с той болезнью, которая была. И мы в своей жизни не должны смиряться с той проблемой, с той ситуацией, которая пришла в нашу жизнь, и она нас истощает, она нас губит, она бьет. Ни в коем случае мы не должны смиряться и ждать, садиться и ждать какого-то чуда. Надо до конца сражаться. И эта женщина, она была сильная. Скажите, аминь. 12 лет она боролась за свое здоровье. 12 лет она пострадала, потерпела не от одного врача. С нее выжили все соки. Вы представьте себе, и здесь дальше. И она пришла в худшее состояние, и услышала бы Иисусе, и мне нравится, мне это так нравится. И вы представьте себе, она идет такая, горюет, так плохо в жизни. 12 лет, уже руки опустились на все, уже полный крах, ничего нет. И здесь кто-то подходит и говорит, слушай, ты слышала об Иисусе? Вера от слышания. И услышал об Иисусе. И, наверное, она слышала и говорили, слушай, здесь какой-то Иисус ходит. все, кто не приходят к Нему, исцеляются. Прокаженные очищаются. Даже бесы выходят, это так страшно, жутко. Он такой, какой-то, говорят о том, что Он Мессия, что Он Сын Божий. И она слышала это, о том, что Бог пришел. И знаете, что? Это еще не все. Она услышала бы Иисусе, подошла сзади в народе. Вообще она была, по сути, нечистая. А у нее кровотечение в то время, но это считался нечистым. Застан, до свидания. Это надо было еще. Представьте себе, еще раз вам говорю, она истощила все. Но она находит в себе силы победить эти комплексы, позор, прийти протиснуться, а вдруг ее оттолкнут, ее что знают? Иди отсюда, нечистая пинка. Туда, ты шо? Тут Мессия пришел, учитель, ты не имеешь право. И она имела еще дерзновение прикоснуться, будучи нечистой, зная к кому. Потому что она услышала об Иисусе, что Он точно, видимо, великий пророк или Мессия, который пришел от Бога святой человек. И она имела дерзновение прикоснуться. И смотри, и не просто прикоснуться, а прикоснулась к одежде Его, ибо говорила. И вы представьте себе, это, наверное, описывают, ну, по рассказам, апостол, описывают по рассказам, как это все происходило. И рассказывают, слушай, Иисус, тут, короче, исцеление происходит, ну, не расстраивайся, тебе надо как-то попасть к Нему. И, наверное, этот человек, который евангелизировал, рассказывал об Иисусе, начал слышать, как она говорит. И что она говорила? Ибо говорила, если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровью. Она это начала говорить. Представляешь себе? Она начала, Библия говорит, есть еще одно местописание, которое говорит, она в сердце своем говорила. А здесь говорится о том, что она устами своими говорила. И смотри, Библия говорит, что праведность наша, когда мы сердцем веруем, но спасение наше, это когда мы исповедуем устами. И она, наверное, стояла, она сперва в себе говорила это. Хотя бы протиснуться, хотя бы пролезть, хотя бы прикоснуться разок. И оно выходило на уста, она возбуждала в себе веру, оно выходило на ее уста. Этот человек начинал слышать, как она исповедует, она себя стимулирует, у меня получится, я пройду, это мой шанс, я прикоснусь, я не буду прикасаться к его телу, к его коже, я не чистая, я просто протяну руку свою и прикоснусь к краю одежды его. ибо говорила если, вы знаете слово если, оно несет в себе сомнение, она понимала, что ее могут выгнать, у нее может не получиться, но она говорила, что я это сделаю, я все равно пойду. У нас бывают в жизни сомнения, Бог ли это, нужно его славить, не нужно его славить, он же уже прославленный, и оно приходит в нашу жизнь, и когда ты начинаешь бороться, когда ты начинаешь говорить в своем сердце, что пусть все не славят, но я буду его славить, и я увижу его славу в своей жизни, я увижу его дела, как он будет действовать, я буду благодарить его, даже когда этого не имею, даже когда этого еще не получил, даже когда обстоятельства говорят, что ты в торбе, и все, люк закрыт, прихлопнул, притоптан, все, даже тогда я буду славить, даже тогда я буду благодарить его, взывать к нему, и смотри, ибо говорила, если хотя кажд дежде его прикоснусь, дотянусь, хотя бы чуть-чуть, пальчиком проведу, то выздоровею, она себя убедила, послушай, когда у тебя не хватает веры, начинай это говорить в сердце своем, начинай это говорить устами своими, начинай бороться за свое благословение, послушай, особенно мужчинам говорю, если она женщина, 12 лет боролась за свое здоровье, мужики, вы должны больше, вы должны больше, а например, в Библии ничего просто так не записано, но это еще не все, ибо говорила, это час написано, и сяк в ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни, в тот час только произошло прикосновение, только прикоснулась краю одежды, в то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся ко мне, и я вам хочу проиллюстрировать втроем, выходите сюда, выходите, выходите, чтобы увидеть всю ситуацию, потому что это очень важно, будешь Иисусом, Библии написано, смотри, обратился в народе, ученики дальше говорят, ты что не видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся к тебе, изначально здесь написано, и теснили, что за ним следовало множество народа, и теснили его, вот Иисус, и он идет с целью, у него есть цель, и множество народа, и представляете себе, давайте, ну, тесните его, тесните, прикасайтесь, прикасайтесь, и смотрите, что самое интересное, какая-то женщина получает свое чудо, а эти люди нет, хотя они тоже рядом с Иисусом, смотрите, мы все сели ближе, аминь, как будто сели близко к Иисусу, но ты можешь к Нему прикасаться, Он может тебя прикасаться, и ты своего чуда так и не увидишь, по одной причине, аминь, присаживайтесь, братья, вы молодцы, сценка была короткая, но вы молодцы, послушай, это женщина, и потеснил народ, ученики говорят, ну Иисус, ну все, мы переживаем за тебя, ну как это может быть, ты нам даешь указания искать, кто прикоснулся к тебе, когда тебя касаются, тут ну чуть ли не каждый, все теснят тебя, но никто не получил своего чуда, одна женщина, которая говорила в сердце своем, ради чего ты сегодня пришел в церковь, просто потеснить Иисуса, или ты говоришь сегодня в сердце своем, что прикоснусь хотя бы к краю одежды, они не просто к краю одежды, они могли прикасаться как хотели и не получали своего чуда, но эта женщина, она сказала хотя бы прикоснусь к краю одежды, и источник в ней иссяк тот час, почему, а здесь дальше написано, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде, ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне, но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это, послушай, повернись к ближнему и скажи, сделай это, сделай это, наконец-то, хватит ныть и жаловаться, что у тебя что-то не так, сделай это, прикоснись к Иисусу, начни верить, что Он решение твоей проблемы, сделай это, сделай то, чего ты не делал, если ты раньше не славил, начни славить, сделай это, если ты не поклонялся, начни поклоняться, сделай это, ищи Его всем своим сердцем, сделай это, Иисус тогда, знаешь, что будет делать? Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это, она одна, было, следовало за Немножество народа, аминь, так Библия говорит, теснила его, но одна женщина сделала это, она получила свое чудо, и ты можешь, если начнешь веровать в сердце своем, если начнешь исповедовать, вы знаете, песни, которые мы поем, там столько исповедания, там столько благословения, там столько и все для тебя, ты можешь сделать это, если поверишь, а знаете, с чего все началось? Что какой-то странный человек начал рассказывать ей, что она может сделать это? И она поверила, может сегодня я этот странный человек в твоей жизни, а может быть кто-то другой, но у тебя есть выбор, сделать это или не сделать это, но Иисус нашел ее, мне нравится, женщинам в страхе, в трепете, зная, что с ней произошло, мне это нравится, я хочу быть в таком состоянии, чтобы со мной что-то произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину, он же сказал ей, черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире, и будь здорова от болезни твоей, что ее спасло? Вера, хорошо, мы сейчас будем прокрадываться, прокрадываться к Иисусу, а знаете, как мы прокрадываемся к Иисусу? Это хвала, это хвала, когда мы пробиваемся, пробиваемся через эту толпу, пробиваемся через эти поднебесные окна, пробираемся в небеса, для того, чтобы добраться до Иисуса, хвала, она спускает небеса на землю, но это еще не все, мы будем еще прикасаться, мы будем прикасаться к Иисусу, это поклонение, потому что Иисус ищет поклонников, Он ищет те, которые будут не просто пробиваться к Нему и теснить Его, но которые будут прикасаться и получать свое чудо, поэтому давайте встанем и будем пробиваться, прикасаться, великий и славный Бог, мы благословляем Твое имя, мы благословляем Тебя, Иисус, и благодарим Тебя, мы нуждаемся, Господь, чтобы небеса Твои не наполнили это место, пусть вера Твоя, Господь, она горит в наших сердцах, мы любим Тебя и будем славить всем сердцем и всей душой, Отец, Сын и Дух Святой, Аминь.